Наша страна практически на 96% состоит из гор. У нас в Кыргызстане 5 семитысячников. И это очень большое богатство и очень большое такое природное наше... Природа нам даны такие возможности, которые мы должны использовать в полной мере. Поэтому наши горы привлекают очень много туристов, особенно горных туристов, альпинистов. Вообще горный туризм, альпинизм считается очень высокозатратным. И каждый альпинист, он фактически, ну можно сказать, это довольно небедный человек. Альпинист и горный турист, он отличается от обычного туриста к своим бережным отношениям к природе. Фактически он не кучкуется или не тусуется в определенных таких местах. Они сразу ходят в горы и на природу. Поэтому в связи с этим для защиты наших горных туристов и альпинистов решили создать спасательную команду «Эдельвейс». Закупаем им вертолет, открываем базу «Валарче». И согласно международных стандартов эти горные туристы и альпинисты будут получать международную страховку. То есть альпинист, даже будучи любителем адреналина и спорта повышенного риска, он все-таки должен быть уверен, что ему вовремя окажут помощь. И мы хотим обеспечить в этом плане, что в течение буквально часа-двух, если он почувствует недомогание, мы можем его доставить в лучшие клиники нашего города или даже за пределы нашего Кыргызстана. Я думаю, эти наши шаги будут очень быстро способствовать росту популярности наших гор и увеличению числа туристов и альпинистов. Как вы знаете, в прошлом году у нас каждый год наблюдаются трагические события. В прошлом году у нас сорвался альпинист генерал-майор России Иванов. В прошлом году у нас сорвались два альпиниста с Ирана. И вот эти каждые трагические случаи, конечно, они не приносят нам плюсовых таких моментов. И я считаю, что открытие именно альпиниста-спасателей Дальвейс будет очень быстро способствовать развитию альпинистов в нашей стране. А база будет только в Молочей или по республике Дальвейс? Нет, оно... У нас семитысячники размещены и на юге. Это вот Пик Ленина, там у нас два семитысячники. Обязательно 20 человек мы предполагаем на юге и 20 человек здесь. Продолжение следует...